Добрый день дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный», подписывайтесь, ставьте лайки, нажмите на колокольчик, чтобы получать наши видео или оповещения, также поддержите нас финансово и молитвенно. А сегодня день богат на разные события, на разные новости, несколько новостей я хотел бы прокомментировать, а прежде всего новость, которая поступила из Европы, Европарламент сегодня принял резолюцию, которая объявляет Российскую Федерацию государством спонсором терроризма. После этого последует, конечно же, всякого рода санкции, пока эта резолюция носит, скажем так, рекомендательный характер, просто продекларировано, но ряд стран уже наших соседей даже уже приняли, их парламенты уже такие законы о том, чтобы признать нашу страну Российскую Федерацию государством спонсором терроризма. Наверное, есть причины для всего и у всего, но я хотел бы прокомментировать, есть еще одни новости, сегодня состоялся суд, не знаю, пока еще не смотрел новости, много сегодня всего. Мы работаем над Ильей Яшиным, это тоже россиянин, как и я, как и многие другие. Не все мы поддерживаем ту политику, наверное, которая проводится, и не все граждане России поддерживают ту политику, которая проводится сегодня нашим государством. И есть еще одна новость, что не депутаты, а, по-моему, кто-то выступил из представителей Госдепа сегодня, они не находят, ну, по крайней мере, так декларируют и говорят, что США не находят пока в законах оснований для такого жесткого признания Российской Федерации государством спонсором терроризма, как Сирия там или какие-то другие государства в свое время были признаны. Это налагает очень много на государство, а государство это люди, простые люди будут страдать, не только богатые, не только властные люди, которые принимают эти решения о том, чтобы начать военные действия, о том, чтобы бомбить там и еще чем-то, что-то делать такое, вот, но и простые люди, простые люди, вот такие, как депутат Яшин, который выступает против этого всего. Сегодня в России очень-очень сложно, вы сами знаете, сколько законов, драконовских законов принято, даже для тех людей, кто-то отказывается брать в руки оружие, идти служить, просит альтернативную службу, но теперь суды обязали даже доказывать. Мы уже видели показательные аресты прямо перед всем строем, заламывают руки за то, что отказался по своим религиозным убеждениям, может быть, или каким-то другим пацифистским убеждениям брать в руки оружие, идти на фронт и убивать. Возможно, у него родственники там живут, возможно, он не хочет встретиться с кем-то, кто защищает себя, свою землю, свой дом, вот, поэтому эти санкции, конечно же, коснутся многих людей, очень многих, как многих сегодня касается, понимаете, я понимаю, что меня не услышат там депутаты Европарламента, вот, но, может быть, у меня скоро будет такая возможность поговорить с кем-то из них на эту тему. Страдают не только те люди, против кого выводите санкции, страдают и простые люди, страдают извне, страдают изнутри, потому что изнутри мы знаем, что законы все ужесточают и ужесточают, ужесточают и ужесточают. Яшина судят за то, что якобы что-то он плохое об армии сказал, хотя он озвучил что-то там, ну, не знаю, вы знаете сами. Сидят очень много, очень много оппозиционеров, сидит Навальный, сидят другие люди, кого-то, кто-то вот сейчас под судом. В общем, и здесь, и здесь ведется борьба, многих называют пятой колонной, то, что вы продались нашу Русь, вы не поддерживаете всего. А почему все должны все безоговорочно поддерживать? Почему это так? Под запретом уже многие-многие какие-то вот, недавно в какой-то песне, где-то праздник происходил, там слова были «Война и мир» и их заглушили. Запрещать все, что можно. Уже начали запрещать Незнайку на Луне, потому что он там борется с этими капиталистами-полицейскими. Кому-то все это напоминает и думает, что это отсылает их к их же системе, как к системе управления, власти и всего остального. Друзья, не все так просто сегодня в России. Не все имеют смелость, дерзновение. Кто-то молчит по причине, что боится. Обоснованно боится. За себя, за своих близких, за свою семью, за своих родных. Но будем наблюдать, как будут развиваться события и в Европе с нашими западными партнерами, как называет их президент Путин. Какие законы они еще примут, какие санкции против нас, против Российской Федерации в связи с этим будут приняты, если будут приняты. С вами был я, епископ Альберт Радкин. Наш канал «Взгляд с небесной». Благословляю всех вас. Храни вас Господь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!